Удивила такая игра Мешков-Бреста? Ну, игра была хорошая, были хорошие моменты, показал отрезки Брест хорошую игру, как в индивидуальном плане, я имею в виду, вратарей, обоих причем, вот так и в командном такой была игра, можно сказать, на спортивно-волевых качествах. Вот, но, опять же, в Барселоне много игр. Чего ждать от ответного матча, который состоится 20 мая на площадке в Барселоне? Ну, я лично реалист, я не думаю, что там произойдет какое-то чудо, вот, все-таки это Барселона. Опять же, это все будет регулироваться, у них, я был с игроками и с руководством команды за день до игры, вот, они уже говорили о том, что был, приехал сюда и с Рендой, и с Интери Риус, но их не задействовали, поскольку не было необходимости, вот. Ну, там на каждой позиции по 2-3 человек. Да, 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 поэтому точно так же будут дозировать, понимаете, когда у тебя стоит цель выиграть все титулы в сезоне, где только ты не принимаешь участие, то это недостаточно иметь хороших игроков, это должно быть очень четко сдозировано, очень четко подготовлена тактика, не только в игровом плане, но и в каком состоянии команда подойдет к финальным отрезкам сезона. И они это очень хорошо делают. Сергей, вы долгое время играли в Испании, в Барселоне в том числе. Можно узнать, какое место вот в клубной иерархии занимает гонбольная команда? Потому что есть же и баскетбольная Барса, которая составит высокие цели, и футбольная, но и гонбольный клуб. Из своего опыта скажу, что когда я приехал в Барсу, у меня складывалось ощущение, что, наверное, топ это футбол, потом там идет баскетбол, потом где-нибудь гонбол. И как-то получилось, там баскетболисты заняли наше место, и мы обедали на Камп-Ноу, там есть тоже ресторан. И чтобы пройти через ресторан, выходили игроки в Барселону, в барсы футбольные. И Пуел подходит к столу, говорит, ребята, удачи вам в Гвадалахаре. А я сижу, думаю, откуда он вообще знает, где мы играем? Хотя уже чемпионат тогда, ну, в принципе, гонбольный, там очень сильно уровнем упал. Это говорит о том, что все эти ребята чувствуют между собой, что они просто члены команды, члены клуба, великого клуба, и поэтому очень все так близко. Ну, вот сейчас немножко к БГК вернемся. Сообщили в клубе, что новым главным тренером станет Даниэль Гордо. Это еще один испанский специалист, который раньше в Эдемаре работал вместе с Каденосом в сборной Бразилии некоторое время. И он приходит на смену другому испанскому тренеру, да, Раулю Алонсу. Сейчас это такая мода, да, учитывая, что испанцы как бы лучше всех практически играют в гонбол. Или почему так происходит? Мне сложно сказать, почему так происходит. Я думаю, что, ну, во-первых, время покажет. Во-вторых, думаю, что здесь в какой-то момент имеет место быть работа менеджеров, агентов. Зачастую складывается так, что или почему-то, да, там не хотят посмотреть более широко. Вот агент там этого предлагает. Ну и все, и, ну, так и удобнее. Ну и в конце не могу не спросить о сборной Белоруссии. Совсем скоро у нас пройдет чемпионат Европы, на котором наша команда в очередной раз выступит в 2022 году. С нами в одну группу попали сборная Австрии, сборная Германии и сборная Польши. В принципе, все достаточно хорошо знакомы. Каковы наши шансы попасть в топ-2 в этой группе? Шансы всегда есть. Я оптимист, я очень надеюсь, что ребята выступят достойно, покажут в первую очередь, я уже не раз это отмечал, бойцовские качества вне зависимости, выиграют, пройдут, не пройдут. Важно, чтобы болельщик, чтобы те люди, которые смотрят за нашей сборной, увидели, что ребята отдают все силы на площадке. И вот если они это сделают, то я надеюсь, что хорошие шансы есть. Ну, а группа, безусловно, не из простых.